В Белом доме, в здании бывшей библиотеки ЕГУ, открылся единый пункт приема документов Иркутского государственного университета. Как отметил исполняющий обязанности ректора ЕГУ, академик РАН Игорь Бычков, Сегодня приемная кампания, это не просто процесс, когда ты пришел с аттестатом или с результатами ЕГЭ, сдал их и ушел. Дело в том, что сегодня пункт приема, это помимо технологий, которые позволяют все это сделать быстро, это возможность пообщаться с представителями факультетов по поводу, какая специальность, какие особенности, где дальше будет это воспринимать. То есть на самом деле это не пункт сдачи документов, это действительно приемная комиссия, где абитуриент может задать свои вопросы, получить квалифицированные ответы, которые определят и его выбор, и далее позволят не ошибиться в выборе и университета, где учиться, и факультета, где учиться, и специальности, которые он приобретет. По словам Игоря Бычкова, сейчас существует несколько вариантов подачи документов в Белый дом. С использованием современных информационных технологий в личном кабинете абитуриента на сайте университета или можно отправить документы по электронной почте. Либо прийти в Белый дом, встать в электронную очередь и пройти к консультанту с интересующего факультета. Для людей с ограниченными возможностями оборудована комната на первом этаже Белого дома. Вместе с тем продолжат свою работу приемной комиссией в 15 зданиях факультетов. Абитуриенты также могут подать документы на все факультеты библиотеки имени Распутина. Как рассказал председатель попечительского совета ИГУ Сергей Роченко, при содействии совета студентов ИГУ будут целевым образом готовить к работе на предприятиях Иркутска. Организован совет по стипендии, попечительного совета, когда ребят, начиная с первого курса, будут готовить целевым образом для работы на предприятии. Это очень важно и действительно, чтобы был для студентов социальный лифт. Помимо именных стипендий для студентов, члены попечительского совета планируют принимать активное участие в лекторской работе. Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилко поделился своими надеждами о том, что в университет начнут приходить талантливые ребята, которые будут развивать Иркутскую область и Россию. А то, что вот в этом историческом зале, вот с этими портретами руководителей нашей Иркутской губернии, а затем области, будет проходить прием документов новых абитуриентов, я думаю, что это, во-первых, торжественно, во-вторых, это почетно, в-третьих, новация, здесь будут принимать документы для абитуриентов на все факультеты Иркутского государственного университета. Также перед собравшимися выступила заместитель председателя попечительского совета ИГУ, генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых. В своих словах она отметила, что образование, которое она получила в Иркутском государственном университете, помогло ей сделать свою карьеру и добиться многого в жизни. Все студенты, которые по тем специальностям, которые у нас сегодня в Иркутской нефтяной компании существуют, мы берем студентов на практику без вопросов практически. При этом она добавила, что при трудоустройстве в Иркутской нефтяной компании выпускники ИГУ в приоритете. В этом году Иркутский государственный университет планирует осуществить набор на 2120 бюджетных мест. Особенно много бюджетных мест на физико-математических и естественно-научных направлениях. Однако конкурс везде ожидается высокий. Для абитуриентов, претендующих на коммерческие места, разработана новая система скидок. А отличники в будущем могут претендовать на бюджетный вариант обучения.